Всем привет, меня зовут Во. На канале InSanStudio начинается цикл видео о поступлении. В первом видео я хотел бы вам рассказать, как зарегистрироваться на ЗНО. На русском это ВНО, внешнее независимое оценивание. Это видео будет интересно выпускникам 11 классов, потому что в мае у них начнется ЗНО, экзамены, которые нужны будут для поступления в высшее учебное заведение. Я расскажу вам, как зарегистрироваться и какие документы нужно собрать на ЗНО. Смотрим. Попасть на страницу ЗНО вы можете двумя способами. Первый это зайти в официальную группу внешнего независимого оценивания ВКонтакте. Ссылку я оставлю в описании под этим видео, потому что именно эту группу очень сложно найти в поисковике, но она считается официальной. И здесь мы видим прямо сразу баннер «Регистрация для участия в ЗНО 2016 началась». Старт. Мы нажимаем на ссылку и открывается страница. За допомогу цієї программы вы сможете створить регистрационную картку, необходимую для регистрации для участия в ЗНО в независимом оценивании. Перед початком работы из программы «Ознайомтесь с ЗНО». Здесь мы можем кликать на две ссылки, там будут правила и какие-то нюансы, но их не обязательно читать, я вам все сейчас расскажу. С информацией про особенности регистрации также можно ознайомиться на сайте Украинского центра «Отчинивание, дякость и освитие в разделе ЗНО 2016, как зарегистрироваться». Мы нажимаем на квадратик, то что с условиями мы ознакомились, и нажимаем на кнопку «Продолжить». Здесь мы сразу же видим большой бланк, который нужно заполнять. Это основные функции, именно это нужно нам заполнить для того, чтобы зарегистрировать себя для ЗНО. Второй способ, чтобы попасть на страницу, это через Google. Вбиваем в Google «ЗНО» и нажимаем на вот эту страницу, «Украинский центр оценивания якости освиты головна». Нажимаем на нее, и открывается главная страница внешнего независимого оценивания. В левой стороне экрана мы видим «Роспочат и реестрация». Нажимаем сюда, и опять-таки попадаем на эту же страницу, на которую мы легко с вами попали из группы ВКонтакте. Здесь мы заполняем, я не знаю, на украинском или на русском языке это писать, я буду писать на русском, мне так будет проще. Пишем фамилия, моя фамилия Гура, имя Владимир и отчество Игоревич. Тип документа на представье Акогу в дизнец-реестрации. Паспорт. Дата рождения 07.07.1998. Контактный телефон. Вы, к сожалению, его не увидите, но здесь вы пишите свой мобильный телефон. Дополнительный телефон, это, скорее всего, ваших родителей, мало ли что, вам позвонят сюда. Но я когда регистрировался и сдавал ЗНО, мне ни разу не звонили на мобильный телефон, поэтому я не знаю, для чего это надо. Следующее, что вам нужно заполнить, это адрес вашего проживания. На почтовый ящик придет письмо, в котором вы получите нужные документы для сдачи ЗНО. Также, если вы не хотите писать свой адрес, вы можете нажать на вот эту кнопку, не можем вказать адрес, за которым может быть надислано официальная корреспондентия. В таком случае, вам придется ехать в основную школу, там, где будут сдавать ЗНО, и оттуда забирать документ. Но это не очень удобно, поэтому я, пожалуй, укажу адрес, и мне придет на почтовый ящик, и я слегка смогу забрать. Так, выбираем город, район, тип улицы. Улица. Назва улицы. Пишем название улицы, номер дома, номер квартиры, почтовый индекс. Свой почтовый индекс вы можете легко узнать, давайте я вам покажу, как. Пишем почтовый индекс Киев. Вот, заходим на первую же страницу, нажмите на первую букву, название улицы. Например, давайте нажмем на Д, и здесь мы ищем нужную улицу, и сразу же вот будет указан индекс, его мы копируем и вставляем вот это окно. Если вы не знаете индекса, то воспользуйтесь моим советом. В этой строке мы пишем свой email. Мне, кстати, на почту ни разу ничего не приходило, поэтому я, как-таки, не знаю, для чего это нужно. Не ждите, что вам на почту будет каждый день присылать рассылку, этого не будет вообще. Потом. Категория выпускника. Так, что здесь? Выпускник загального навчального заклада 2016 уроку. Если вы заканчиваете 11 класс сейчас, то вам нужно будет выбрать вот этот пункт. Но, так как я закончил, то я выберу, пожалуй, выпускник прошлых годов. После того, как мы закончили написание адреса проживания, мы опускаемся вниз этой страницы и видим следующее. Диснить выбор предметов, из-за каких вы обожаете принимать зовнішнее незалежное ученивание, або держанну писанкову аттестацию, а также скажите мову, яку обожаете отримать завдание сертификативной работы. Украинский язык и литература – это основной предмет, от него нельзя отказаться. К примеру, если мы выбираем галочку, здесь будет написано «Вы единственное, не обожаете, проходите за мной, украинскую мову, а литературу». К сожалению, отклонить это никак нельзя, потому что это основной предмет и без него никуда. Если вы завалите украинский язык и литературу, то к остальным экзаменам вы не будете допущены, и, соответственно, вы не сможете поступить в выбранный вами университет, потому что вы не стали ЗНО. Вот настолько оно важно. Для того, чтобы узнать, какие языки и предметы вам нужны для поступления, мы заходим на сайт университета. Вы предварительно должны знать, куда хотите поступать и какие предметы вам нужны. Но давайте я покажу на своем примере на университете, в котором я обучаюсь. Это Карпенко Кара. Нажимаем и заходим на официальный сайт университета. Сразу же мы видим большой баннер абитуриенту. Нажимаем на него и ищем на вашу специальность, какие нужны предметы по ЗНО. И, соответственно, здесь мы будем выбирать именно те предметы, которые нам нужны для поступления. Так как я поступил, и в этом году ЗНО я буду писать просто так, потому что хочу, я выбираю предметы наугад. В прошлом году я хотел написать географию, но почему-то отказался от этого. И еще я неплохо знаю биологию, поэтому я хочу написать географию, биологию и украинский язык и литература. Я буду это все писать на русском языке, потому что с украинским я не очень хорошо знаком. И, пожалуй, все. Максимум можно выбрать вроде бы как 5 предметов, но я хочу 3. Спускаемся еще ниже. Населенный пункт, где пребывает 5 часов проведения солнечного отчинения с низших предметов. Я буду в городе Киев проходить ЗНО в Деснянском районе. Да, Деснянский район. Все верно. Нет, мне это не нужно, но как нам рассказывали в школе, что вы можете выбрать этот пункт и указать, что на вашем столе будут расположены таблетки или еще не знаю что. Возможно, вы каждые 20 минут что-то употребляете по графику, и вам это будет предоставлено. Ну что ж, в принципе, все. Я указал все верно. Итак, вот пункты, которые нам необходимо выполнить. Первое. Это сформует и раздругует контрольный информативный лист и регистративную картку. Ее мы получим чуть позже. Второе. Важно проверить информацию, зазначенную вашему регистративной карте. Мы это сделали с вами. Сберегайте контрольный информативный лист. Без проблем. Четвертое. Выконайте подальше необходимые для регистрации ИДИ, зазначенные в контрольном информативном листе. Сделаем. Ну, в принципе, все. Давайте. Сформировать регистративную картку без штрих-коду. Почему? Пусть будет штрих-код. Все. Нажимаем на эту кнопку, и мы видим. Что мы видим? Вот. Регистрационная карточка. Первое. Важно проверить данные, зазначенные вами у бланка регистрационной карты. Проверим. Второе. Запомнить частину заявок. После именования регистрационного центра оценивания и качества осветы, вкажите свои признаки уродовому отминку и инициалы. У специально предвиденному мисти вкажите дату заполнения заявок, а также засвечивайте ее особо быстрым пидпусом. Здесь мы должны вклеить свою фотографию размера 3х4. Здесь написать свою фамилию и инициалы. Здесь нужно написать текст. Я помню, что его писал. Он здесь должен быть где-то написан. Вот. Напишите заявку за таким взроском. Вот это нам нужно переписать. Вот сюда переписываем. Потом здесь пишем дату. Именно ту дату, когда мы заполнили этот бланк. Здесь подпись ставим. Серия и номер. Это паспорт, наверное. Серия это ТТ у меня. А номер паспорта это цифры, которые выдавлены в верхушке паспорта. У графах основной часты регистрационной карты зазначены друкованными литрами та цифрами серию за наявностью номера документа, на представе якого дійснюется регистрация. У специально відведеному місце регистрационной карты наклейте дві однаковые фотокартки для документов размера 3х4 см и зображення все відповідає досягленому віку. Надійшли до Київського регистраційного центру учення дякувати освіту по такому-то адресу регистраційну карту копію паспорта вот копія паспорта дальше копія документа про полно-загальну середнюю освіту вот это очистат его в принципі це все що ж, потрібно відправити копію вашого очистата і копію паспорта потрібно купити конверт формата А4 щоб документи не були вот так вот ссовнутими вони должны бути такі, не помяті ну в принципі все ми з вами зарегиструвалися на внешне независиме оценивання тепер все що нам остається це розпечатати тот бланк заполніть його і купити конверт і все це копію очистата і паспорта нужна первая і вторая стріниці ваша прописка ім неінтересно її не потрібно відправлять і все це ми пакуємо в конверт і відправляємо по указанному адресу і потім ми ждемо, коли нам пришлют документ в ответ там нам пришлют бланк, який нам нужен буде для того, щоб пойти в центр оценивання і ще пару корреспонденцій с расписанням ЗНО і т.д. вовсім це нам пришлют, але пришлют вже в май, не раніше я помню, що нам прислали це, але вже було достатньо поздно с 1 февраля ви можете регіструватися до 4 марта але вам в школі ще не раз напомнят о том, що потрібно зарегіструватися тут ми видим расписання, т.е. український язык та литература основной предмет буде писати 5 мая я на нього пойду а дальше биологія 10 июня і географія 15 июня в этом видео ми з вами зарегистрировались на ЗНО я надеюсь, що я вам помог і розказав подробно, як це сделать які документи нужно собрать і що делать дальше ну це все для этого видео на следующей неделе ми з вами поговорим о том, как подготовиться к внешнему независимому оцениванию а так же ми з вами поговорим о творчих конкурсах спасибо за просмотр, если тебе понравилось це видео і було полезним, то поставь йому палец вверх так же не забывай подписываться на канал Инстан Студия, щоб не пропустить новых видео, которые выходят каждый понедельник ну а с вами был я, Вагура, до скорых встреч, увидимся, пока-пока а